Девушки отдыхают Девушки отдыхают Лесничий по имени Черноборотый Он целый день бродил зад и вперед по лесу И каждое дерево на своем участке знал он по имени В лесу Лесничий всегда был весел Но зато дома он часто вздыхал и хмурился В лесу у него все шло хорошо А дома бедного лесничего очень огорчали его сыновья Звали их старший и младший Старшему было двенадцать лет А младшему семь Как лесничий не уговаривал своих детей Сколько не просил Братья ссорились каждый день Как чужие И вот однажды Было это двадцать восьмого декабря Утром позвал лесничий сыновей И сказал Что елки в этом новом году Он им не устроит За елочными украшениями Надо ехать в город Маму послать Ее по дороге Волки съедят Самому ехать Он не умеет по магазинам ходить А вдвоем ехать тоже нельзя Без родителей Старший брат Младшего совсем погубит Старший был мальчик умный Он хорошо учился Много читал И умел убедительно говорить И вот он стал убеждать отца Что он не обидит младшего И что дома все будет в полном порядке Пока родители не вернутся из города Ты даешь мне слово? Спросил отец Даю честное слово Ответил старший Хорошо Три дня нас не будет дома Мы вернемся тридцать первого вечером Часов в восемь До этого времени Ты здесь будешь хозяином Ты отвечаешь за дом А главное За брата Ты ему будешь Вместо отца Смотри же И вот Мама приготовила на три дня Три обеда Три завтрака И три ужина И показала мальчикам Как их нужно разогревать Отец Принес дров на три дня И дал старшему коробок Спичек После этого запрягли лошадь в сани Бубенчики зазвенели Полозья заскрепели И родители уехали Первый день прошел Хорошо Второй Еще лучше И вот наступило Тридцать первое декабря Шесть часов Накормил старшего и младшего Ужином И сел читать книжку Приключения Синдбада Морехода И дошел он До самого интересного места Когда появляется Над кораблем Птица-рок Огромная Как туча И несет она В когтях Камень Величиной с дом Старшему Хочется узнать Что будет дальше А младший Слоняется вокруг Скучает И томится И стал младший Просить брата Поиграй со мной Пожалуйста Их ссоры Всегда так И начинались Младший Скучал Без старшего А тот гнал брата Без всякой жалости И кричал Оставь меня в покое И на этот раз Кончилось дело Худо Старший терпел Терпел Потом схватил Младшего За шиворот И крикнул Оставь Меня в покое И вытолкал Его Во двор И запер дверь А ведь зимой Темнеет рано И во дворе Стояла уже Темная ночь Младший Забарабанил В дверь кулаками И закричал Что ты делаешь Ведь ты мне Вместо Отца У старшего Сжалось на миг Сердца Он сделал шаг К двери Но потом Подумал Ладно Ладно Я Только прочту Пять строчек И пущу его Обратно За это время Ничего с ним Не случится И он сел В кресло И стал читать И зачитался А когда опомнился То часы показывали Уже Без четверти Восемь Старший вскочил И закричал Что же это Что я наделал Младший там На морозе Один Не одетый И он бросился Во двор Стояла Темная Темная ночь И тихо Тихо Было вокруг Старший Во весь голос Позвал младшего Но никто Ему не ответил Тогда старший Зажег фонарь И с фонарем Обыскал Все закоулки Во дворе Рад Пропал Бесследно Свежий снег Запорошил землю И на снегу Не было следов Младшего Он исчез Неведомо куда Как будто Его унесла Птица Рок Старший Горько Заплакал И громко Попросил Младшего Прощения Но и это Не помогло Младший брат Не отзывался Часы в доме Пробили Восемь раз И в эту же минуту Далеко Далеко В лесу Зазвенели Бубенчики Наши Возвращаются Ах Если бы все Передвинулось На два часа Назад Я не выгнал Бо младшего брата Во двор Теперь бы мы Стояли рядом И радовались А бубенчики Звенели Все ближе И ближе Вот стало слышно Как фыркает лошадь Вот заскрипели Полозья И сани Въехали во двор И отец Выскочил из саней Его черная борода На морозе Покрылась Инием И теперь была Совсем белая Вслед за отцом Из саней Вышла мать С большой корзинкой В руке И отец И мать Были веселые Они не знали Что дома Случилось Такое несчастье Зачем же ты выбежал Во двор Без пальто А где же младший Старший Не ответил Ни слова Где твой Младший брат И старший Заплакал И отец Взял его за руку И повел в дом И мать Молча пошла за ним И старший Все рассказал Родителям Кончив рассказ Мальчик взглянул На отца В комнате было тепло А Эни на бороде отца Не растаял И старший И старший вскрикнул Без детей Без детей останемся Спросила мать Плача Но отец Ей ничего Не ответил И старший Оделся Взял фонарь И вышел Из дому Он шел Они спят И старший И старший И правда Был уже Большой мальчик Двенадцати лет Но рядом С огромными Деревьями В лесу Он казался Совсем Маленьким Вот Кончился Участок Отца И начался Участок Соседнего Лесничего Который приезжал В гости Каждое воскресенье Играть с отцом В шахматы Кончился И его Участок И мальчик Зашагал По участку Лесничего Который бывал У них в гостях Только раз В месяц А потом Пошли участки Лесничих Которых мальчик Видел Только раз В три месяца Раз в полгода Раз в год Свеча В фонаре Давно Погасла А старший Шагал 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 Все быстрее И быстрее Вот уже Кончились Участки Таких лесничих О которых Старший Только слышал Но не встречал Ни разу В жизни А потом Дорожка Пошла Все вверх И вверх И когда Рассвело Мальчик Увидел Кругом Куда ни глянешь Все горы И горы Покрытые Густыми лесами Старший Остановился Он знал Что от их Дома До гор Семь Недель Езды Как же он Добрался Сюда За одну Только ночь И вдруг Мальчик Услышал Где-то Далеко Далеко Легкий Звон Сначала Ему Казалось Что это Звенит У него В ушах Потом Он Задрожал От радости Не Бубенчики Лето Может быть Младший Брат Нашелся И отец Гонится За старшим В санях Чтобы отвезти Его домой Но звон Не приближался И никогда Бубенчики Не звенели Так тоненько И так ровно Пойду И узнаю Что там за звон Он шел И час И два И три Звон становился Все громче И громче И вот мальчик Очутился Среди Удивительных деревьев Высокие сосны Росли вокруг Но они были Прозрачные Как стекла Верхушки Сосен Сверкали на солнце Так Что больно Было смотреть Сосны Раскачивались На ветру Ветки Били о ветки И звенели 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 Мальчик пошел Дальше И увидел Прозрачные елки Прозрачные Березы Прозрачные Клены Огромный Прозрачный Дуб Стоял Среди поляна И звенел Басом Как шмель Мальчик Поскользнулся И посмотрел Под ноги Что это? И земля В этом лесу Прозрачна А в земле Темнеют И переплетаются Как змеи И уходят В глубину Прозрачные Корни Деревьев Мальчик Подошел К березе И отломил Веточку И пока Он ее Разглядывал Веточка Растаяла Как ледяная Сосулька И старший Понял Лес Промерзший Насквозь Превратившийся В лед Стоит Вокруг И растет Этот лес На ледяной Земле И корни Деревьев Тоже Ледяные Здесь Такой страшный Мороз Почему же Мне не холодно? Я распорядился Чтобы холод Не причинил Тебе до поры До времени Никакого Вреда Мальчик Оглянулся Позади Стоял Высокий Старик В шубе Шапки И валенках Из чистого Снега Борода И усы У старика Были Ледяные И позванивали Тихонько Когда он Говорил Старик Смотрел На мальчика Не мигая Недоброе И не злое Лицо его Было До того Спокойно Что у мальчика Сжалось сердце А старик Помолчав Повторил Отчетливо Гладко Как будто Он читал По книжке Или Диктовал Я Распорядился Чтобы холод Не причинил Тебе До поры До времени Ни малейшего Вреда Ты знаешь Кто я Вы как будто Дедушка Мороз Отнюдь Нет Дедушка Мороз Мой сын Я Проклял Его Этот Здоровяк Слишком Добродушен Я Продедушка Мороз А это Совсем Другое Дело Мой юный Друг Следуй За мной И старик Пошел Вперед Не слышно Ступая По льду Своими Мягкими Белоснежными Валенками Вскоре Они Остановились У высокого Крутого Холма Продедушка Мороз Порылся В снегу Из которого Была сделана Его шуба И вытащил Огромный Ледяной Ключ Щелкнул Замок И тяжелые Ледяные Ворота Открылись В холме Следуй за мной Но ведь Мне Нужно Искать Брата Твой Брат Здесь И они Вошли В холм И ворота Со звоном Захлопнулись И старший И старший Оказался В огромном Пустом Ледяном Зале В моем Дворце Сорок девять Таких Залов Следуй За мной Ледяной Пол Был такой Скользкий Что мальчик Упал Два раза Но старик Даже Не обернулся Он мерно Шагал Вперед И остановился Только в Двадцать пятом Зале Ледяного Дворца Посреди Этого Зала Стояла Высокая Белая Печь Мальчик Обрадовался Ему Так Хотелось Погреться Но в Печке Этой Ледяные Поления Горели Черным Пламенем Черные Отблески Прыгали По полу Из печной Дверцы Тянуло Леденящим Холодом А старик Уселся Поудобнее И мерз 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 Пока Ледяные Поления Не превратились В ледяные Угольки Тогда Прадедушка Мороз Заново Набил Печь Ледяными Дровами И разжег Их Ледяными Спичками Ну а Теперь Я Некоторое Время Посвящу Беседе С тобой Ты Должен Слушать Меня Внимательно Понял? Мальчик Кивнул головой И Прадедушка Мороз Продолжал Отчетливо И гладко Ты Останешься Здесь Навеки Повторил Прадедушка Мороз Он Подошел К печке Потряс Полами Своей Снежной Шубой И Мальчик Вскрикнул Горестно Из снега На ледяной Пол Посыпались Птицы Синицы Поползни Дятлы Маленькие Лесные Зверушки Взверошенные И окоченевшие Горкой Легли На полу Эти Суетливые Существа Даже Зимой Не оставляют Лес В покое Они Мертвые Я Успокоил Их Но не совсем Их Следует Вертеть Перед печкой Пока Они Не станут Совсем Прозрачными И Ледяными Займись Немедленно Этим Полезным Делом Я Убегу Ты Никуда Не убежишь Брат Твой Заперт В сорок Девятом Зале Пока Что Он Удержит Тебя Здесь А впоследствии Ты привыкнешь Ко мне Принимайся За работу И Мальчик Прозрачный Прозрачный Как стекло Старик Сказал Готово Принимайся За следующую До поздней Если Ты 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 Ослушаешься Меня То Я Тебя Заморожу Сиди Здесь И жди Я Скоро Вернусь И Прадедушка Мороз Взяв мешок Ушел В глубину Дворца И Мальчик Остался Один Где-то Далеко Далеко Захлопнулась Со звоном Дверь И Эхо Перекатилось По всем Залам Прадедушка Мороз Вернулся С пустым Мешком Ох Пришло Время Удалиться Ко сном И он Указал Мальчику На ледяную Кровать Которая Стояла В углу Сам он Занял Такую же Кровать В противоположном Конце Зала Прошло Две-три Минуты И Мальчику Показалось Что Кто-то Заводит Карманные Часы Но он Понял Вскоре Что это Тихонько Храпит Во сне Прадедушка Мороз Утром Старик Разбудил Его Отправляйся В кладовую Двери В нее Находятся В левом Углу Зала Принеси Завтрак Номер Один Он Стоит На полке Номер Девять И Мальчик Пошел В кладовую Она Она Была Большая Как Зал Замороженная Еда Стояла На полках И Старший Принес На ледяном Блюде Завтрак Номер Один И котлеты И чай И хлеб Все 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 Это Надо Было Грызть Или Сосать Как Леденцы Я Удаляюсь На промысел Сказал Прадедушка Мороз Окончив Завтрак Можешь Бродить По всем Комнатам И даже Выходить Из дворца До свидания Мой Юный Ученик И Прадедушка Мороз Удалился Неслышно Ступая Своими Белоснежными Валенками А мальчик Бросился В сорок Девятый Зал Он Бежал И падал И звал Брата Во весь Голос Но только Эхо Отвечало Ему И вот Он Добрался Наконец До сорок Девятого Зала И остановился Как вкопанный Все Двери Были Открыты Настеж Кроме Одной Последний Над которой Стояла Цифра Сорок Девять Последний Зал Был Крепко Заперт Наглухо Младший Я пришел За тобой Ты здесь Дверь Была Вырезана Из цельного Промерзшего Ледяного Дуба Мальчик Уцепился Ногтями За ледяную Дубовую Кору Но пальцы Его скользили И срывались Тогда он Стал Колотить В дверь Кулаками Плечом Ногами Пока Совсем Не Выбится Из сил И Хоть бы Ледяная Щепочка Отскочила От Ледяного Дуба И Мальчик Чем Наяву С помощью этих слов люди постоянно губят своих братьев Оставь меня в покое Эти великие слова установят когда-нибудь вечный покой на земле И отец, и мать, и бедный младший брат, и все знакомые лесничьи говорили просто А прадедушка Мороз как будто читал по книжке И разговор его наводил в такую же тоску, как огромные пронумерованные залы Старик любил вспоминать о древних-древних временах, когда ледники покрывали почти всю землю Ах, как тихо! Как прекрасно было тогда жить на белом холодном свете! Рассказывал он, и его ледяные усы и борода звенели тихонько Я был тогда молод и полон сил Куда исчезли, мои дорогие друзья, спокойные, солидные, гигантские мамонты Как я любил беседовать с ними Правда, язык мамонтов труден У этих огромных животных и слова были огромные и необычайно длинные Чтобы произнести одно только слово на языке мамонтов Нужно было потратить двое, а иногда и трое суток Но нам некуда было спешить И вот однажды, слушая рассказы про дедушки Мороза Мальчик вскочил и запрыгал на месте, как бешеный Что значит твое нелепое поведение? Спросил старик сухо Мальчик не ответил ни слова Но сердце его так и стучало от радости Когда думаешь все об одном и об одном То непременно в конце концов придумаешь, что делать Спички Мальчик вспомнил, что у него в кармане Лежат те самые спички Которые ему дал отец, уезжая в город И на другое же утро Едва прадедушка Мороз отправился на промысел Мальчик взял из кладовой топор и веревку И выбежал из дворца Старик пошел налево А мальчик побежал направо К живому лесу Который темнел за прозрачными стволами ледяных деревьев На самой опушке живого леса Лежала огромная сосна И топор застучал И мальчик вернулся во дворец С большой вязанкой дров У ледяной дубовой двери в сорок девятый зал Мальчик разложил высокий костер Вспыхнула спичка Затрещали щепки Загорелись дрова Запрыгало настоящее пламя И мальчик засмеялся от радости Он уселся у огня и грелся Грелся, грелся Дубовая дверь сначала только блестела И сверкала так, что больно было смотреть Но вот, наконец, вся она покрылась мелкими водяными капельками И когда костер погас Мальчик увидел Дверь чуть-чуть подтаяла «Ага!» Сказал он и ударил по двери топором Но ледяной дуб по-прежнему был тверд, как камень Ладно, завтра начнем сначала Вечером, сидя у ледяной печки Мальчик взял и осторожно припрятал в рукав Маленькую синичку Прадедушка Мороз ничего не заметил И на другой день, когда костер разгорелся Мальчик протянул птицу к огню Он ждал, ждал И вдруг клюв у птицы дрогнул И глаза открылись И она посмотрела на мальчика «Здравствуй!» Сказал ей мальчик Чуть не плачь от радости «Погоди, прадедушка Мороз Мы еще поживем!» И каждый день теперь Отогревал мальчик птиц, белок и зайцев Он устроил своим новым друзьям снеговые домики В уголках зала, где было потемнее Домики эти он устлал мхом, который набрал в живом лесу Конечно, по ночам было холодно Но зато потом у костра и птицы, и белки, и зайцы Запасались теплом до завтрашнего утра Мешки с капустой, зерном и орехами Теперь пошли в дело Мальчик кормил своих друзей до отвала А потом он играл у огня Или рассказывал о своем брате Который спрятан там, за дверью И ему казалось, что и птицы, и белки, и зайцы Понимают его И вот однажды мальчик, как всегда Принес вязанку дров Развел костер и уселся у огня Но никто из его друзей Не вышел из своих снеговых домиков Мальчик хотел спросить Где же вы? Но тяжелая рука С силой оттолкнула его от огня Это прадедушка Мороз Подкрался к нему Не слышно, ступая своими Белыми снежными валенками Он дунул на костер И поления стали прозрачными А пламя черным И когда ледяные дрова догорели Дубовая дверь стала такую Как много дней назад Еще раз попадешься Заморожу Сказал прадедушка Мороз холодно И он поднял с пола топор И запрятал его глубоко в снегу своей шубы Целый день плакал мальчик И ночью с горя заснул Как убитый И вдруг он услышал сквозь сон Кто-то осторожно Мягкими лапками Барабанит по щеке Мальчик открыл глаза Заяц Стоял возле И все его друзья Собрались вокруг ледяной постели Утром они не вышли из своих домиков Потому что почуяли опасность Но теперь, когда прадедушка Мороз уснул Они пришли на выручку к своему другу Когда мальчик проснулся Семь белок бросились к ледяной постели старика Они нырнули в снег шубы прадедушки Мороза И долго рылись там И вдруг что-то зазвенело тихонечко Оставьте меня В покое Пробормотал во сне старик Белки спрыгнули на пол И подбежали к мальчику И он увидел Они принесли в зубах Большую связку Ледяных ключей Мальчик все понял С ключами в руках Бросился он к сорок девятому залу Друзья его летели Прыгали, бежали следом Вот и дубовая дверь Мальчик нашел ключ С цифрой сорок девять Но где замочная скважина? Он искал, искал, искал Но напрасно Тогда поползень подлетел к двери Цепляясь лапками за дубовую кору Поползень принялся ползать По двери вниз головой И вот он нашел что-то И чирикнул негромко И семь дятлов Слетелись к тому месту двери На которую указал поползень И дятлы терпеливо застучали Своими твердыми клювами По льду Они стучали, стучали, стучали И вдруг Четырехугольная дощечка Сорвалась с двери Упала на пол и разбилась А за дощечкой мальчик увидел Большую замочную скважину И он вставил ключ и повернул его И замок щелкнул И упрямая дверь открылась Наконец со звоном Мальчик, дрожа Пошел в последний зал Ледяного дворца На полу грудами лежали Прозрачные ледяные птицы И ледяные звери А на ледяном столе Посреди комнаты Стоял бедный Младший брат Он был очень грустный И глядел прямо перед собой И слезы Блестели у него на щеках И прядь волос на затылке Как всегда стояла дыба Но он был весь прозрачный Как стеклянный И лицо его И руки И курточка И прядь волос на затылке И слезы на щеках Все было Ледяное И он не дышал И молчал Ни слова не отвечая брату А старший Шептал Бежим Бежим Прошу тебя Бежим Мама ждет Скорее бежим домой Не дождавшись ответа Старший схватил Своего ледяного брата На руки И побежал осторожно По ледяным залам К выходу из дворца А друзья его Летели, прыгали Мчались следом Прадедушка Мороз По-прежнему Крепко спал И они Благополучно Выбрались из дворца Солнце Только что встало Ледяные деревья Сверкали так Что больно было смотреть Старший побежал К живому лесу Осторожно Боясь споткнуться И уронить младшего И вдруг Громкий крик Раздался позади Прадедушка Мороз Кричал так громко Что дрожали Ледяные деревья Мальчик 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 Сразу стало Страшно холодно Старший почувствовал Что у него Холодеют ноги Леденеют И отнимаются руки А младший Печально глядел Прямо перед собой И застывшие слезы Его Блестели на солнце Остановись Приказал старик Старший остановился И вдруг Все птицы Прижались к мальчику Близко-близко Как будто покрыли его Живой Теплой шубой И старший Ожил И побежал Вперед Осторожно глядя под ноги Изо всех сил Оберегая Младшего брата Старик Приближался А мальчик Не смел Бежать быстрее Ледяная земля Была Такая скользкая И вот Когда он уже думал Что погиб Зайцы Вдруг бросились Кубрем Под ноги Злому старику И прадедушка мороз Упал А когда поднялся То зайцы Еще раз Валили его На землю Они делали это Дрожа от страха Но надо же было Спасти лучшего Своего Друга И когда Прадедушка мороз Поднялся В последний раз То мальчик Крепко держа В руках Своего брата Уже был Далеко Внизу В живом лесу И прадедушка мороз Заплакал От злости И когда он заплакал Сразу стало Теплее И старший Увидел Что снег Быстро Тает Вокруг И ручьи Бегут По оврагам А внизу У подножья гор Почки Напухли На деревьях Смотри Подснежник Крикнул старший Радостно Но младший Не ответил Ни слова Он по-прежнему Был неподвижен Как кукла И печально Глядел перед собой Ничего Отец Все умеет делать Он оживит тебя Наверное Оживит И мальчик Побежал Со всех ног Крепко держа В руках брата До гор Старший Добрался Так быстро С горя А теперь Он мчался Как вихрь От радости Ведь все-таки Брата он Нашел Вот кончились Участки лесничих О которых Мальчик только Слышал И замелькали Участки Знакомых Которых Мальчик видел Раз в год Раз в полгода Раз в три месяца И чем ближе Было к дому Тем теплее Становилось Вокруг Друзья Зайца Ковыркались От радости Друзья Белки Прыгали С ветки На ветку Друзья Птицы Свистели И пели Деревья Разговаривать Не умели Но и они Шумели Радостно Ведь Листья Распустились Весна Пришла И вдруг Старший брат Поскользнулся На дне ямки Под старым кленом Куда не заглядывало Солнце Лежал Подтаивший Темный снег И старший Упал И бедный Младший Ударился О корень Дерева И с жалобным Звоном Разбился На мелкие Кусочки Сразу Тихо-тихо Стало В лесу И из снега Вдруг Негромко Раздался Знакомый Тоненький Голос Конечно От меня Так Легко Не уйдешь И старший Упал на землю И заплакал Так горько Как не плакал Еще ни разу В жизни Нет Ему Нечем было Утешиться Не на чем Было успокоиться Он плакал И плакал Пока Не уснул С горя Как убитый А птицы Собрали Младшего По кусочкам И белки Сложили кусочек С кусочком Своими Цепкими Лапками И склеили Березовым Клеем И потом Все они Тесно Окружили Младшего Как бы Живой Теплой Шубкой А когда Взошло Солнце То все Они Отлетели Прочь Младший Лежал На весеннем Солнышке И оно Осторожно Тихонечко Согревало Его И вот Слезы На лице У младшего Высохли И глаза Спокойно Закрылись И руки Стали Теплыми И курточка Стала полосатой И башмаки Стали черными И прядь волос На затылке Стала Мягкой И мальчик Вздохнул Раз И другой И стал дышать Ровно И спокойно Как всегда Дышал Во сне И когда Старший Проснулся Брат его Целый Невредимый Спал На холмике Старший Стоял И хлопал Глазами Ничего не понимая А птицы Свистели Лес Шумел И громко Журчали Ручьи В канавах Но вот Старший Опомнился Бросился К младшему И схватил Его за руку А тот Открыл глаза И спросил Как ни в чем Не бывало А это ты Который час И старший Обнял его И помог ему Встать И оба брата Помчались Домой Мать и отец Сидели рядом У открытого окна И молчали И лицо Кто-то Кто-то Бежит Сюда Нет Мне тоже Всю зиму Чудилось Что снег Скрипит Под окнами Никто К нам Не прибежит Но мать Была уже Во дворе И звала Дети Дети И отец Вышел за нею И оба Они увидели Бегут По лесу Старший Младший Взявшись За руки Родители Бросились К ним Навстречу И когда Все Успокоились Немного И вошли В дом Старший Взглянул На отца И Ахнул От удивления Седая борода Отца Темнела На глазах И вот Она стала Совсем Черной Как прежде И отец Помолодел От этого Лет На десять С горя Люди Седеют А от радости Седина Исчезает Тает Как иний На солнце Это правда Бывает Очень-очень Редко Но все-таки Бывает И с тех пор Они жили Счастливо Правда Старший Говорил Изредка Брату Оставь Меня В покое Но сейчас Же Добавлял Ненадолго Оставь Минут На десять Пожалуйста Очень Прошу Тебя И Младший Всегда Слушался Потому Что Братья Жили Теперь Дружно Ненадолго Ненадолго